Российский Минсельхоз готовит предложение по ограничению продовольственных поставок из Турции. Глава ведомства Александр Ткачев не исключил, что возможен запрет на импорт прежде всего овощей и фруктов. Потребители при этом не пострадают, заверил министр. Чем собираются заменить турецкие продукты, расскажет Екатерина Миронова. Россия усилила контроль над ввозимыми товарами из Турции. Журналисты пишут о возможном эмбарго. Сейчас мы находимся на самой крупной продовольственной площадке Москвы. И разберемся, как возможный запрет может отразиться на продавцах и на покупателях. У нас есть лимоны турецкие, потом еще вот такие гранаты турецкие. Найти товары с турецкой маркировкой удалось с трудом. Оказалось, это капля в море. Если продукты с берегов Босфора уйдут с отечественного рынка, российские прилавки не опустеют. Более того, похоже, этого никто и не заметит. Доля овощей и фруктов из Турции составляет около 2%. Это преимущественно яблоки, виноград, вишня, черешня, персик, абрикос, апельсины, мандарины. Если поговорить об овощах, то это помидоры закрытого грунта, огурцы, лук и кабачки. В 2014 году в Россию Анкара поставила продовольствие на сумму более полутора миллиардов долларов. То есть чуть больше 4% от всего отечественного продовольственного импорта. Эти крохи, говорят реализаторы, легко заменить. Продавец с необычным именем Командор предлагает брать пример с себя. На его прилавке в основном продукты из Узбекистана и родного Азербайджана. Говорит с турецкими не сравнить. Кроме стран СНГ, место, например, турецкого винограда успешно может занять израильский. Персики не хуже в Иране. Апельсины и грейпфруты привезут из Алжира. Готовы расширять объемы по некоторым позициям российские производители. Яблоки, потому что в России достаточно большое количество садов. Помидоры, в частности, закрытого грунта, можно заменить российскими помидорами. Это Краснодар, Ростов, наши южные регионы. Что касается турецкой рыбы, то ее в этом агрокластере не продают. Давно предпочитают отечественную. Но в российских магазинах и на рынках редко, но встречаются охлажденный сибас и дорадо босфорского происхождения. В Росрыболовстве отмечают, если уплывут, не беда. Доля совершенно незначительная, то есть меньше 3%. Поэтому говорить о том, что это как-то повлияет вообще на рыбный рынок российский, нельзя. И на самом деле есть другие страны, которые могут поставлять объемы именно этих видов рыб. И сибас, и дорадо мы можем поставлять из Туниса, из Марокко. В крайнем случае можно задействовать более дальние страны, такие как Чили. В Министерстве сельского хозяйства тоже настроены оптимистично. Глава ведомства Александр Ткачев уверяет, что дефицита не будет. Другие государства борются за российский рынок. Будем искать, конечно, замену Турции. Такие страны есть. И сегодня уже стоит, обозначаешь очередь желающих поставлять в страну и цитрусы, и овощи, фрунты и так далее. Поэтому святого места пусто не бывает. И я надеюсь, что к Новому году россияне, собственно, не почувствуют вот этой замены. О турецком жалеть совсем не стоит. Говорят, в Минсельхозе продукты с того берега Черного моря так часто сомнительного качества. 15% не соответствуют отечественным нормам. Екатерина Миронова, Текир Лебедев, Вести.